Республики Марии Эл, Удмуртия, Татарстан, Нижегородская, Архангельская, Челябинская и Кировская области. Турнир памяти тренера-преподавателя Михаила Заяца собрал около 200 юных дзюдоистов из разных уголков России. Еще у нас проходит переезд в области. Скажите, как тренер, дзюдоисты слободские радуют? Ну, я думаю, что это все видно. По нашим ребятам, да, конечно, у нас ребята все борются очень хорошо. Всем спортсменам желаю удачи и пусть победит сильнейший. Ализамин Гусейнов уверен, дзюдо воспитывает у юных слобожан дисциплинированность. С ним согласен другой тренер под дзюдо нашей спортивной школы Шамиль Султан Ахмедов. В прошлом воспитанник Бесик или Кокелли, теперь он сам тренирует слободских дзюдоистов вместо своего учителя, поскольку тот с недавних пор работает в областном центре. Есть свои трудности, но в целом забавляюсь. Так что нормально, мне нравится. Я пришел, у меня были готовые ребята, с которыми нужно просто дальше грамотно работать. Что я сейчас стараюсь делать. Дзюдо – зрелищная и динамичная борьба. И за победу тоже нужно бороться. Но тренеры считают, что и при поражении важно найти правильные слова для ребенка. Святослав Перминов занимается дзюдо в Слободской спортивной школе 6 лет. На турнире боролся достойно. Но уступил сопернику и занял второе место в своей весовой категории. Надеялся на победу? Скажи, сложные были появинки? Ну да. Хочу сказать спасибо своему тренеру, бусейному Ализамину Исаагу и Шамилю Азизавичу. Ты хочешь стать спортсменом? Да. Мне папа сказал, что можно идти в дзюдо, а можно в карате. Я выбрала дзюдо. Уже участвовал в Елабуге и в Сафтовкаре. По итогам напряженных поединков 8 юных дзюдоистов Слободской спортивной школы стали победителями в своих возрастных группах и весовых категориях. Максима Исупова также наградили специальным призом в номинации за лучшую технику.